Кабинет министров Украины сегодня утвердил целевую программу сотрудничества с НАТО. Альянс обещает помочь материально и оказать политическую поддержку. По крайней мере, на это рассчитывает премьер-министр Яценюк. По его словам, в планах правительства также завершение проекта «Европейский вал» строительства забора на границе с Россией и Донбассом. А вот оградить себя от волны недовольства политикой властей, растущего внутри страны, Киеву вряд ли удастся. Александр Панюшкин оценил масштабы кризиса. Украина встречает годовщину Майдана протестами и очередным взрывом. Подробно родственники бойцов, окруженных в Дебальцево, перекрывают трассу. Люди требуют от Порошенко помочь солдатам. В Одессе мощная бомба срабатывает в доме на Большой Арнаутской. Жертв нет. Расположенный рядом сервисный центр, владелец которого активно поддерживал Майдан, серьезно разрушен. Это мой сервисный центр, я его официальный владелец. Это, в принципе, тот, чего я зарабатывал. Этот взрыв в Одессе не первый. Теракты были также в Харькове и Запорожье. Официальный Киев винит во всем диверсантов, заявляя, что продолжит строить стену на границе с Россией. Яценюк поясняет, армию переведут на стандарты НАТО. Программа из пяти пунктов уже готова. Деньгами обещал помочь и сам Альянс, уже выделив на протезирование раненых украинских солдат рекордные 700 тысяч евро. И хватит максимум человек на пять. Но пиар явно важнее. Кабмин также заявляет, что платить за электроэнергию, поставляемую в зону АТО, больше не будет. Мною дано доручение. При этом МВФ и Киев почти согласовали очередной кредит. Условия жесточайшие, включая трехкратный рост тарифов на газ. Сейчас, в соответствии с нашей программой с МВФ, повышение тарифов будет очень резким. На 280% на газ и около 66% на тепло. Недовольство новой власти уже на пределе. По данным последнего опроса, уровень жизни не устраивает 70% украинцев. Перед Новым годом эта цифра была ниже 50%. На Майдане люди надеялись на перемены. В итоге гражданская война, пустой бюджет, уровень коррупции зашкаливает. Свободу слова в прошлом закрывают. Даже главное политическое ток-шоу лишь за то, что ведущий дал в эфире альтернативную точку зрения. Вот фрагмент. Но факты остаются фактом. К сожалению, снаряды, прилетающие с вашей стороны фронта, убивают женщин, детей и стариков в Донецке. Убивают женщин, детей и стариков в Луганске. Убивают женщин, детей и стариков в Первомайске. Все, спасибо. После этого эфира руководству канала пришлось извиняться. Но сам Шустер не стал. В итоге программу закрыли с формулировкой поиска других форматов и производства собственных проектов. Но даже радикал Лешко уверен, решение принято после звонка из администрации Порошенко. По моей информации, на самом деле на канал наехал нацсовет по вопросам ТВ, угрожая лишить лицензии, если не откажутся транслировать Шустера. Указание об этом поступило из администрации президента Порошенко. Это называется цензура. При Януковиче было больше свободы слова, чем при Порошенко. Любое инакомыслие на Украине сейчас под запретом. Кроме официальной и других точек зрения, в СМИ быть не должно. Но и гости должны быть правильные, такие, как комбат «Береза», пообещавший в прямом эфире сжечь всех жителей Крыма. Придет время, может быть, не так быстро, как нам хотелось, и в Крыму появятся невежливые, но абсолютно патриотичные люди, перед которыми придется ответить всем оккупантам, которые сейчас издеваются над украинцами в Крыму. Мы применим оружие, и нас никто не заставит освобождать Крым аккуратно. Нужно будет. Сожжем всех. Такие высказывания политиков на Украине сейчас норма. С оппонентами расправляются, заводя уголовные дела. Украина-Ц Европа скандировали на Майдане. Но когда она ею была? До революции покрышек или стало после? Вопрос уже риторический. Александр Панишкин, Юлия Леник, ТВ-центр.